а вот здравствуйте здравствуйте сергей владимирович первое коллекторское бюро на девичьи могу услышите кто спрашивает это 1 коллекторское бюро сергей владимирович имя фамилии вот что скажите пожалуйста черношел сергей владимирович менеджер по работе за должность Какой организации? Первое коллекторское бюро. Кто вы? Залу? Пау? НАО. Хорошо, юридический адрес еще назовите, пожалуйста. Капсоюзная 56, город Москва. Город Москва. У вас доверенность имеется на представление интересов данной организации? Отправьте мне, пожалуйста, для ознакомления. Обязаны. Почему не обязаны? Обязаны делать письменный запрос. Обязаны? Я вам еще раз говорю, вам это обязаны предоставить выездные сотрудники, они вам предоставят. Ну так пусть приезжают выездные сотрудники, вы зачем звоните? Да, не знаете, и за такой суммы не намерены на дорогу тратиться. Ну в смысле не намерены? Так вы на такую сумму вообще не обязаны не звонить так-то? С чего вы взяли-то? Ну с того. Вы кто? Мы кредитор ваш, Сергей Геннадьевич. Нет, вы не кредитор мой. С чего вы стали моим кредитором? Потому что за вас деньги заплатили в банк, который вы не соизволили вернуть. Ну проблемы в банке, значит. Я вообще не брал никаких кредитов в этом банке, который вы говорите. Да, а зачем платили тогда? Кто платил? Ну вы платили в 12-13 году. Я не платил. А кто я за вас платил? Ну я не знаю, может быть вы? Брали почти 16 тысяч рублей у них. Почти все закрыли. Не брал? Чуть-чуть осталось уже. Брали. Ну в смысле брали? Вы куда знаете, брал я или не брал? У вас что? Договор есть, да? Не знаю. У нас все есть. Так пришлите мне, у меня нету этого. Ни договора, ни вашего договора. Вам все отправляли. Не получал. Ни вашей супруге все. У меня нет супруги на тот момент, когда вы отправляли? Мы в декабре месяце, не поверите. Прошлого года. Прошлого года? У вас есть отметка о получении? А кто сказал, что заказным письмом отправляли? Да, обязаны вы проконсультируйтесь, молодой человек, прежде чем звонить. Все остальное не является никаким юридическим подтверждением получения какой-либо информации. Даже телефонный звонок. Да вы можете на деревню дедушки послать, понимаете? И потом говорить, что я там что-то получил. Да не является никаким уведомлением, телефонный звонок, молодой человек. Проконсультируйтесь с вашими специалистами, кто вам дает инструкцию. На каком основании вы мне звоните вообще? Основание того, что вы деньги не возвращаете. Кому? Кому вам? Вы кто? Кредитор ваш. Какой кредитор? Вы откуда взялись? Проблемы в банк? Обращайтесь. Или если у вас есть проблемы, в суд. У нас нет проблем, это у вас проблемы. У меня-то нет никаких проблем жизненных, молодой человек, угомонись. Есть у вас проблемы. Есть у вас проблемы. Какие? Геннадьевич. Какие, Геннадьевич? Давай, назови их. Назови. Да мне просто по приколу, понимаешь? Какие-то черти мне звонят за 2600 рублей. Какие-то кредиторы мои, которых я в глаза не видел, и которых нету никаких документов. Куда приезжать? Кому надо-то? Кому надо? Вам надо. Мне не надо. Я к вам из-за 2500 чуть больше точно не поеду. Ну, отправьте того, кто поедет. Чего тогда звонить? У меня нет никаких документов. У меня нет никаких документов, молодой человек. Вы что? Да проблема не в документах. В смысле не в документах? В документах? Кто по какой электронке никогда не получал никаких документов? У вас половина данных, которые там вы мне называете, не соответствуют действительности? Михаил, вы сами продиктовали адресы. Да, и на эту электронку я ничего не получал. Чего вы кому отправили? На деревню бабушки, дедушки там. Слышите, вот такие вопросы не решаются. Если у вас какие-то есть проблемы, претензии, обращайтесь в суд. Чтобы было 100% намеренно. Вопросы такие решаются, знаете как? Как? Они решаются через супругу. Решаются через коллег. Каких в супругу, каких коллег? Ты идиот, что ли? Через вашу супругу. Ты идиот? Ну и что ты, мои супруги? Чего как ты решишь, что его? Как она за вас деньги вернет? Чего, идиот, что ли? Как она за меня деньги вернет? Ты понимаешь? Ты человек вообще, который даже не понимает сути вопроса, Звонишь человеку другому, который все это на телефоне записывается. Уже в прокредительных органах заявление на вас, придурков, написано, понимаешь? Вот ты продолжаешь звонить. Ты скажи там своим вот этим... Давно пора. Давно пора на таких идиотов освободить от российского рынка, понимаешь, которые беспредельщики. Уже срок исковой давности давно истек, 3 года, по кредитному договору, который я никогда не заключал. И вы мне никаких документов предоставить не можете. Вы не можете пойти ни в суд, ни в что-то остальное, понимаете? Да нет, чтобы ты, придурок, послушал и принялся в голове, чтобы ты своим работодателем, который тебе, понимаешь, ты бы пришел и сказал, слушайте, ребята, объясните мне все. Потому что мне люди говорят такую информацию, которая у меня не укладывается в голове. Они тебе скажут, то-то-то-то, назовут все те статьи, по которым ты не имеешь права действовать, понимаешь? Я имею права действовать. Без предоставления... Без предоставления всех необходимых документов, в том числе... Кто тебе сказал, ты мне покажи, где у тебя подтверждение, ты что такой идиот-то? Я в законе прописанно. В каком? Мы обязаны вас... В каком? Где мы... Где это заказное письмо? Где моя роспись получения? Ты идиот. Я вам еще раз говорю, статью у меня закона озвучили. Да ты мне статью, я тебе говорю, не получал. Мне твои все, что ты отправлял там куда-то, мне знаешь... Потому что мы не обязаны это делать. Да обязан, закон почитай, придурок, прежде чем звонить. Я в Антоне диалог продолжу с вашей супругой. До свидания. Кому ты будешь звонить? Давай, до свидания. Да я спокоен. Ты успокойся, понимаешь? И проконсультируйся со своим работодателем, который тебе уши втирает вот эту туфту. Которую ты говоришь людям. Ты вообще не знаешь даже элементарных норм закона, и ты продолжаешь звонить. Да ты не знаешь. Да не знаешь. Не знаешь. Вы действуете? Вы действуете? Да, Михаил. Хорошо, я жду. И в следующий раз ты услышишь то же самое даже от моей супруги. От работодателей от моих, которым я сам себе являюсь работодателем. Понимаешь? Да нет. До свидания. До свидания. Ложи трубочку. Что ты? Нет, ну правда пробитый какой-то попался. Вот телефонный звонок, это по его мнению что-то такое важное. Это уведомление. Вот правильно подписчик, я аплодирую этому человеку, действительно попытался ему ухо втереть, что чувак, это тебе надо. Это вы что-то с меня взыскивать пытаетесь. Что бы я куда-то ходил, что бы ты там какие-то статьи называл тебе. Тебе нужно получить результат свой вот этого гнилой. Ты прогибайся, делай что-нибудь. Никакого договора человек заявляет у меня нет с банком. Никаких денег я не брал. Но с самого начала и до конца разговора не прослеживается вообще логики, кому он звонит. Только спросил фамилию, имя, отчество, человек может от фонаря подтвердил, сказал да. А дальше что? Дальше что? Почему ты не задумываешься и тебе подобные вот эти вот коллекторы звонари, что ты в смешной ситуации как минимум в смешной ситуации находишься. Да в конце концов, когда вы уже врубитесь, что вас выкладывают на ютубе все, кому не лень, что над вами хохочут, что вы ничего не можете. Вы никто и звать вас никак. Нет, и продолжают утром вставать, ходить на работу, там вот на эту. Родственниками продолжают пугать, шантажировать. Да когда же это в вашей голове что-то перевернется? Ладно, давайте, давайте, веселите народ. Клоуната она никогда еще не мешала. И позитивное настроение, которое вы, собственно говоря, нам дарите, это единственная ваша заслуга. Ну я еще раз в очередной раз благодарю автора, подписчика нашего. Присылайте, ребята, свои ролики. Будем выкладывать в порядке очереди на наш канал. Канал наш процветает, растет. Благодаря вам. Спасибо вам огромное. Для новых подписчиков информация в описании видео есть. В сайт нашей компании, где выложено четкое, подробное видео, как устроена работа наших специалистов, юристов. Также группа ВКонтакте есть, куда вы можете подписаться. Ну и получать всю информацию совершенно оперативно. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. Спасибо, автору, до свидания.